Всем привет, ребят! Ну что, смотрите, что получается. Действительно, и сам тут что-то ковырялся, наткнулся на такой интересный момент, да и скидывал кто-то, блин, как-то пропустилось это мимо глаз, что ли, прошло изначально. В общем, вот такая замечательная картинка. Так вот, почему нам не попробовать сделать то же самое? Вот здесь, смотрите, какое-нибудь замечательное колесо. Отлично, круглое, все классно и чисто теоретически получается, что остается его, в принципе, просто распилить пополам, сделать две оси, соответственно, все это дело выставить, зафиксировать, соединить их, чтобы они крутились синхронно и, в принципе, все. Ну, кольцо, конечно, нужно не одно, колесо нужно распилить для этого два, чтобы у нас все это было с двух сторон, насколько это вообще все реально, и как это будет работать. Очень даже любопытно, я думаю, даже ради этого дела, раз у нас, раз товарищ делал все это дело, у нас на велосипеде ехал-то довольно-таки вроде как неплохо, ровненько не скакал, поэтому все, я думаю, что мы заварим в жесткую, чтобы у нас подвеска не работала, чтобы можно было понять, насколько правильно, неправильно, правда, неправильно, насколько это все работает. Пилим рона пополам, варим, выставляем и тестим. Поехали! Серег, как ты думаешь, вот эта тачка была в ДТП? Да не может быть, она на вид просто идеальная. А давай-ка мы ее сейчас проверим. Давай. Давай, значит, так, заходим на сайт Автору и проверяем по ВИН-номеру или госномеру и покупаем отчет. Также можно купить отчет сразу из объявлений о продаже. И смотрим всю инфу о тачке. Ну вот, смотри, тачка действительно была в ДТП. Офигеть, слушай, я даже не ожидал такого поворота. Ну вот, ребята, значит, вот таким вот образом на отчетах Автору можно узнать историю 38 миллионов автомобилей, потому что они используют данные более чем из 140 закрытых источников. Вы не найдете столько информации даже во всех бесплатных сервисах вместе взятых. А еще Автору узнает, кто их продавал, в каком состоянии был автомобиль и как он выглядел. И все это известно благодаря собственной базе объявлений, которые когда-либо размещались на Автору. А таких машин миллион. Это поможет вам пробить тачку при покупке авто на залоги, аресты и соответствует ли цена рыночной. А при продаже авто вы будете готовы ответить на любые вопросы пользователя о состоянии машины, чтобы обосновать указанную цену, если машина хорошая. Кстати, прямо сейчас для профессиональных продавцов действует акция на отчеты от Автору. До 31 марта один отчет за 49 рублей. И эта же цена действует, если покупаете пакет из 10 отчетов 490 рублей или 50 отчетов 2450 рублей. Дешевле я вообще нигде не видел. Так что успеете получить выгоду, залезайте по ссылке в описании, заказывайте отчеты от Автору. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автор субтитров А.Кулакова 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, смотрите, ребята, как у нас все это дело получилось. Да, действительно, по пол колеса на каждой оси у нас впереди, на передней оси пол колеса и на задней оси пол колеса. Все это дело здесь сварили. Ну, каркас. Нужен каркас все-таки в любом случае для покрышки. Он был сделан у нас, ну, как всегда, что было под рукой. Это была арматура. Соответственно, чтобы они вместе крутились четко, сделали, поставили цепь. Ну, видите, цепь ГРМ. Звездочки тоже ГРМовские сделали все это снаружи, чтобы это визуально можно было все спокойно контролировать. Ну, и выглядит это немножко как бы так даже, скажем так, балдежно. Поэтому, что, вроде бы все выставили, все готово. Попробовать, смотрите, так, и едет, а. Смотрите, и едет-то довольно-таки неплохо. Но, ну, это толкаешь рукой. Опять же, это не совсем все понятно, как это будет работать на дороге. Поэтому давайте, что, заводим, поехали, прокатимся. О, запустился мотор. Так. Нет, маленько есть все-таки. Слегка. Какие-то потряхивания есть. Так, ну, ладно. Не беда. О, выехал, выехал. Выехал на неровную дорогу. Ой-ой-ой. 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 Нет, что-то долбит прямо вообще. Я чувствую вот эти моменты, когда проезжает одно полуколесико. Начинает ехать второе. Прям очень-очень хорошо ощущаю. Так, вот здесь снежок. По пухлому снежку. Нет, все равно, все равно чувствуется. Ой-ой-ой-ой. Все-таки где-то какие-то кочки, ямки. Нет, одновременно они попадают. В любом случае, между ними есть расстояние. И вот это расстояние дает о себе знать. Прям очень даже хорошо. Даже по пухленькому снежку. Нет, по пухленькому, ладно, немножко помягче. Потому что он все-таки как-то сглаживает уже все дело. А вот где жестко, жесткое покрытие, твердое. Там и ехать действительно жестко, прям очень. Попробую взять вот это препятствие. Так. О, застрял. Застрял. А что я тебе застрял? Так, ну-ка, назад. Ой, и назад застрял. И вперед застрял. Нет, поехал. Помогли, подтолкнули. Так. Более печалька. Возможно, колесико. Полуколесико, вернее, наехало. Как раз в этом моменте на подъем. И она забуксовала. Ну-ка, проверим еще раз. О, гири, гири. Ой, гири. Нет. О, проехал, проехал. Тот, 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 но все равно. Все равно хоть не проехал. Не очень комфортно ехать с такими колесами. Вот, прям, честно вам скажу. Довольно-таки, наверное, наоборот, не комфортно. Так, блин. Что она так прыгает-то? Опа. Для того, чтобы двигаться, надо очень ровную дорогу. Чуть подъемчик уже не едет. Ой, ой, где-то попало на бугорок одно из полуколесиц. Еще раз попробую. Все эти препятствия, так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ах. Бах-бах. Ну что, могу сказать. Вроде все было в расчетах четко. Все было замечательно. Но, по факту, получилась вот такая колотушка. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Прям действительно колотушка. А вот если ехать очень, очень потихонечку и очень аккуратно, ну, тогда неплохо. Готовьте. И то нет. Все-таки неровности на дороге дают о себе знать. Кстати, по всему, одна часть наезжает на бугорок, а в этот момент вторая находится где-то в ямке. В этот момент, когда они переваливаются, все-таки вот этот бах-бах получается, происходит. И за счет этого... Не, нифига не кайф. Вообще. Вот если бы... Лядить было бы все ровно еще, тогда было бы, наверное, замечательно. А так нет. Ничего замечательного в этом нету. Ну, и смотрим, что у нас получилось. Значит, все вроде как бы замечательно. Все отлично. Но вот сейчас как раз, видите, как колеса остановились. очень даже, ну, скажем так, далеко друг от друга. И получается такой момент. По ровной дороге... По ровной дороге, да. Оно бы, скорее всего, ехало очень даже хорошо, если... Один еще такой небольшой момент. Судя по всему, надо было все-таки вырезать слегка, чуть-чуть больше, чем половину колеса. Почему? Потому что все-таки ощущается вот этот момент, когда одно колесо докручивается, а второе только подходит. И вот реально чувствуешь, почему мы поставили не на амортизацию, а на, ну, скажем, жесткую привалили, чтобы все это дело понять. Очень сильно чувствуется. В любом случае, есть вот эта разница, есть провал, и он ощущается очень даже здорово. Еще один такой момент. Когда едешь по неровной дороге, что происходит? Кто-то из них наезжает на кочечку, либо попадает в ямку, и, соответственно, когда подходит второе колесо, тоже удар, и такой очень даже, очень даже неприятный. Ну, вы видели, как в салоне все это трясется, это прям реально какая-то мозгодробилка, и прям ехать абсолютно некомфортно. Но по ровной дороге, мне кажется, все равно, в любом случае, если мы сделали немножко больше, чуть-чуть отрезали больше половинки, тогда бы все это дело, скорее всего, и поехало довольно-таки неплохо. Пробуйте, делайте, на самом деле весело. Нужно поэкспериментировать просто вот с длиной окруженности, какую ее оставлять, чтобы все это четенько накатывалось. Ну, вот, мы проэксперимтили ровно наполовину. Слегка неудачно работает. Надо чуть-чуть больше. Поэтому, ребят, у меня на этом все. Смотрите нас, подписывайтесь, если что-нибудь предлагайте, комментируйте, ставьте вот такие лайки. Ну, все, пока!